Итак, первое, что мы начинаем, когда делаем какое-то изделие, подбор плотности и вязание образца. Я связала мой образец, выбрала плотность, я это показывать не буду. Получается, что у меня вязать не будет на шестой с половиной плотности. Я обязательно записываю плотность, чтобы не забыть, потому что все изделия вяжутся на разных плотностях. Я могу отвлечься от моей шапочки и забуду. И делаю петельную пробу. Вот мой образец. Выяснили, что у меня в одном сантиметре две петли и четыре ряда. Вот так вот все ровненько получилось. Теперь определяю с размерами. Голова маленькая, у меня 54 сантиметра по ширине и высота, поскольку я беру половинный размер, шапку раскладывать будем пополам, беру 20. Но 20 это примерно, это минимум. Поскольку шапочка может быть немножко отстоящей от головы, таким шлемиком, 20 это минимальный размер, а там я буду смотреть относительно того, как я попаду в рисунок. Шапку мы будем вязать сложным рисунком павлиньи перья. Вот он. Этих павлиньи перья, я честно говорю, я скачала из интернета, очень мне понравилось. Там девочки вяжут юбки, я решила связать шапку и шарфик. Начнем с шапки. Павлиньи перья, замечательный совершенно рисунок. Здесь идут петли в заднем нерабочем положении. Я буду вязать простой гладью, кулиркой. Там, где они должны быть в заднем нерабочем положении. Шапка будет без вот таких вот пропусков. Но моя сейчас задача, вот этот рисунок разместить в моей шапке, чтобы он шел равномерно. Недопустимо, чтобы рисунок шел-шел и закончился. Мне нужно его разместить ровно на всей длине моей шапки. Итак, будем сейчас размещать этот рисунок, но для начала определяемся, какая мне нужна шапка. Вот у меня, если 54 см, я умножаю на 2 свои петли, получается 108 петель. Это ширина моей шапки. Смотрю рисунок. Раппорт рисунка 24 петельки. 24. Калькулятор, без него никуда. Так, 24 петельки умножаем. Делим, извините, конечно, делим. 108 петель делим на 24. Я смотрю, сколько раз я вмещу мой раппорт в мои петли. 4,5, не то, не сё. Поэтому рисунок придется корректировать. Если бы там было пару петелек, вообще не глядя, просто уменьшили мою шапку или увеличили на эти пару петель и забыли об этом. Но поскольку мне придется корректировать рисунок. 4,5, я не могу оставить половину недовязанную. Смотрим, сколько же получается, если я возьму 4. То есть 4 умножаем на 24. 24 раза я беру по 24 по ширине раппорта равно 96. У меня 108. Так, значит, мне нужно 108 минус 96 равно 12. 12 петель я должна добавить. 12 или около того, хотя бы 10. Что я могу сделать с этим рисунком? Я могу его расставить. Как расставить? Я буду сейчас рассуждать конкретно по этому образцу, конкретно по этому рисунку. Мы видим, что здесь в середине раппорта идут петли лицевыми полосами. То есть с лицевой стороны это будет изнанка. Две петельки. Если бы мне надо было сократить рисунок, я могла бы сократить его на одну. То есть до одной. Сейчас у меня необходимость надставить раппорт. Я могу добавить петлю. То есть здесь у меня будет не 2 петли идти лицевыми подниматься, а 3. Добавляю третью. И поскольку у меня раппорт такой, что здесь одно пиро и здесь 2 по половинке, то есть вот сюда же конец я тоже добавляю одну петлю. Получает у меня не 24, а 26. 26. 26 умножаю на 4 равно 104. Прекрасно. 104. Учитывая, что шапочка достаточно эластичная, 4 петельки, я потеряю не страшно. Зато я приблизилась к тому, что должно быть. 4 петли не страшно. Вот. Теперь моя задача разместить вот это все на машинке. И не забудьте, что у меня помимо 104 петель идут 2 кромочные. Плюс 1 и плюс 1 на сшивание. Всего я должна 106 петель набрать на машине. Как вы будете набирать? Я буду делать рулик по краю. Вы можете делать подгиб, можете ничего не делать. На рулик у меня пойдет 10 рядов простой кулиркой связанных. После этого я провяжу еще пару рядочков, для того, чтобы выйти на перо. Вот на это. И будем сейчас вязать по образцу. Тут нет ничего страшного. Тут пересадка декерная, пересадка косичкой и подъем лицевых петель. Больше тут нет никаких сложностей. Выглядит это все очень страшно. На самом деле все очень просто. Для тех, кто умеет читать раппорт, тут вообще делать нечего. Нам надо будет связать 2 раппорта. 67 рядов. У меня длина шапки 20, нажимаем на 4, 80. У меня 80 рядов, а здесь 67. Ну и прекрасно. Вот эти 13 рядочков у меня пойдут на то, чтобы убрать конус шапки. Я могу сделать и 20 рядов на конус. Она будет немножко отстоять от головы, будет еще лучше. Собирать можно на резиночку, можно убрать бесшовными клиниями. Скорее всего я буду клиниями делать относительно вот этих вот лицевых петель. Они так и пойдут до самого конца. Между ними буду делать сборку. Все очень даже хорошо получится. То есть вот эти вот лицевые столбики у меня будут идти до самого конца, а между ними я все уберу в сборочку. Замечательно все получится. Шапочка будет сидеть на голове очень даже хорошо. Сейчас моя задача набрать 106 петель, потому что по рисунку 104 плюс 2 кромочных для сшивания. И распределить рисунок. На машинке нахожу мои 26 петель. То есть 1 кромочная я ее вообще не трогаю. Вот я ее набрала и забыла. Эта кромочная будет вязаться сама по себе. Я ее трогать вообще не буду. После этого 26 петель, 26, 26, 26 и 1 кромочная. Разделяю вот эти вот 26 петель на машинке или мелом, или бумажкой. Или как-то отмечаю, чтобы мне не потерять их. Я буду искать половину. И сейчас будем с вами вязать. Приступаем к самому интересному. Сейчас приступаем к самому ответственному этапу. Разметки рапорта. 26 петель у меня рапорт. По расчету у меня 106 петель, 2 кромочных. То есть 104 участвуют в работе. И ориентируюсь я на нулевую платинку. Середина машины. Это самый простой способ не ошибиться. То есть от середины машины 26 петель в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, двадцать шесть. Вот они. Между ними отмечаю бумажкой, мелом, вот как угодно. Продублирую с двух сторон, чтобы не ошибиться. Проверяю, что здесь тоже 26. 24, пять, шесть, однокромочная. Все точно. И 26 в другую сторону. 20, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она моя петелька. Дублирую с двух сторон. Ну, здесь, поскольку 53 тоже, все должно совпадать. Так у меня 4 рисунка будет. 4 пера. Для того, чтобы не ошибиться в лицевых петельках, если вы вяжете на двухфантурной машине, вы просто пересаживаете петли по нашему рапорту на вторую фантуру, у вас они будут вязать лицевыми сами. Если же мы вяжем такую вещь на однофантурной машине, у меня, видите, я здесь провязала, набрала обвитие, провязала 15 рядов, это будет рулик, и там 3-4 рядочка останется прямого полотна перед началом рисунка. Распускать, поднимать лицевые я буду руками. Чтобы мне не ошибиться и не высчитывать каждый раз, где же, где же это у меня, эта вот петля, на которой я должна распустить, чтобы рисунок шел ровно по одной линии, я должна отметить эти петли, сделать так, чтобы они у меня не распустились. Получается, что из вот этих 26 петель, 13-я, вот это вот первая, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 1-я, 12-я, 13-я, нахожу каждую 13-ю петлю, потому что это моя середина. Это вот та дополнительная петелька, которая у меня расширяет рапорт. Нахожу в каждом так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я, 10, 1, 12-я, 13-я, я сейчас все перепроверю, прежде чем начну, связывать этот рапорт. Так, 13-я с этой стороны, 13-я, и 13-я здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я, 10, 1, 12-я, 13-я, смотрю, что все симметрично. Вот это вот 13-я петля, и плюс к ней еще 2, то есть вот эти вот 3 петли у меня пойдут моему рисунку. Здесь по рапорту 2 петли, но помните, что мы корректировали рисунок, у меня будет 3 петли для того, чтобы растянуть рапорт на мое вязание. Поэтому вот эти 3 петли, они пойдут вот этой вот дорожкой изнаночных петель. Чтобы я не распустила лишнего, берем иголку, и вот эти вот 3 петли, не снимая с машины, прошиваю аккуратненько. 1, 2, 3. 1 раз прошила, оставлю просто висеть эту нитку. Я могу даже ее так вот завязать, когда буду петли поднимать, ее просто сниму. Вот она, чтобы не свалилась. Вот такой очень простой, но очень замечательный прием не даст возможности распустить лишние петли. И мне не нужно запоминать этот ряд. Все. Я отметила себе вот эти вот 3 петли. Главное не снять их с игол. 1, 2, 3. Очень удобный, очень эффективный прием вот в этом деле. Так вы можете отметить любую дорожку, вы уже не собьетесь. Так, главное не сильно не затягивать. Просто отметить себе, что вы не забыть. Поскольку распускать я буду не сразу, а через какое-то время, мне вот эта вот ниточка очень сильно поможет. Я до нее дойду и просто ее вытащу. Зато у меня петли не распустятся на большую длину, чем надо и рисунок не собьется. А в нашем деле самое главное это аккуратность. Такие вот маленькие секретики очень помогают не ошибиться и не сбить рисунок. Так, после того, как я вязала, я могу оставить вот этот ряд уже первым и начать на нем вязать. Могу провязать еще два ряда. То есть считать вот этот ряд нулевым, что называется. Я могу поставить в работу все мои, поставить в работу все иголки и провязать пару рядов и уже начинать вывязывание рисунка со следующего ряда. то есть обнуляю счетчик и провязываю первый ряд на нем уже буду делать рисунок. Счетчик обнулен. Один ряд провязан. Это первый ряд рисунка. Беру декеры и начинаем. Ну самый удобный способ это линейка. Сейчас линейку маленькую. Так линейка. Первый ряд. Что мы делаем? Вот эти вот три петли они так и пойдут подниматься лицевыми. Плюс дополнительно так мои три петли отмечены я уже не ошибаюсь. Очень удобно. Когда я начну рисунок я уже тем более не собьюсь. Мне самое главное начать. Самое главное в вязании когда мы вяжем что-то сложное каким-то рисунком это первый ряд. Если я правильно просчитала образец правильно выставила иглы я могу дальше вязать совершенно спокойно и не собьюсь рисунком. В третьем ряду у нас идет перенос петли первый. Вот он. Видите? Можно просто сделать ажур. То есть вот это вот ажур вот это перенос петельки. Когда много вот таких палочек это декерный перенос будет. Пока у меня одна палочка это одинарный перенос. Я буду делать одинарным декером обычно. я могу просто пересадить петлю просто взять вот и пересадить на соседний угол. Могу сделать перенос косичкой тогда у меня пойдет по краю очаровательная совершенно вот коса называется косичкой. То есть здесь будет идти ровная петля которая еще более сделает мой рисунок более рельефным и еще лучше выделит его на полотне. Поэтому я буду делать перенос косичкой. Итак когда я должна пересадить косичкой я могу просто перенести у меня будет простой перенос сейчас я вам покажу косичку. Косичка выполняется вот мои три иглы которые я не трогаю это то что я буду изнаночной поднимать вот отсюда я должна с этой вот иголочки я должна убрать ажур для того чтобы просто перенести я беру петлю пересаживаю на соседнюю и успокаиваюсь если я пересаживаю косичкой я беру следующую ту на которую я должна пересадить снимаю пересаживаю на то место где у меня будет ажур видите на том месте где у меня ажур две петли на одной игле и обе эти петли возвращаю обратно что я делаю вот этим вот я мой вот эту вот мою петлю на которой будет ажур ставлю под под соседнюю петлю то есть это вот этой операцией я выполню такую очаровательную боковую дорожку она будет идти рельефно то есть если я просто пересажу петлю у меня вязание будет уходить ну будет просто перенос петли если я сделаю вот такую вот операцию у меня будет рельефный перенос петли то же самое здесь с той петли на которую я должна посадить это все пересаживаю на ту иглу на которой должен быть ажур и возвращаю их вместе туда где они должны быть у меня сделан ажур чтобы он был полноценный конечно все петли ставится в рабочее положение и провязываем у меня будет вывезен ажур с соседней петлей переносом к осичке очень красиво вот эти все переносы делаются аналогично то есть вот с этой вот петли я буду пересаживать на соседнюю потом обратно и двигать вот эти вот мои иглы декером в итоге у меня здесь будет ажур вот здесь пойдет петля следующую вот с этой петли с этой петли я убираю на обратно сажаю обе вместе и двигаю мои иголочки декером либо одноигольным двигаюсь по очереди либо многоигольным оптом беру и передвигаю опять повторю вот с этой петли сажаю на соседнюю обратно вот оттуда должна забрать туда и пересаживаю и две петли вместе сажаю на ту иглу на которой будет идти край и потом декером двигаю до ажура все здесь можно делать то же самое по внутреннему краю видите у меня получается что ажуры идут рядышком я могу здесь делать то же самое то есть у меня вот по этой части будет вот здесь пойдет петля вот такая вот ажурная рельефная и вот здесь вот видите между ажурами я тоже пересажу вот так вот точно таким же способом косичкой вот эти петли я пересажу косичкой вот сюда то есть почему-то рельеф сделан не доходя до конца но я думаю это не очень правильно рельефная коса идет по краю вот здесь мы ее и будем делать это что касается переноса то есть в основном видите здесь весь рисунок именно перенос вот этих вот декерной пересадки переноса ажуры вот эти вот значки для тех кто не знает сейчас вот маленький ликбез по обозначениям палочка прямая это лицевая петля здесь пересадка пойдет в обратную сторону видите вот в чем дело здесь пересадка внешняя здесь внутренняя внутрь вот эти значки это то место куда мы сажаем петлю поэтому все остальное мы хотим поднимаем лицевыми хотим не поднимаем у кого две фантуры по рисунку выставляете иглы на вторую фантуру у вас она сама вяжет у кого нет двух фантур у кого одна ручками по рисунку поднимаем можем сразу провязать нужное количество можем провязать там сколько-то рядов и поднять там 3-4 петли сразу смотрите кому как то есть тут в этом рисунке применяются только лицевые петли и переносы ажур сложностей вообще никаких быть не должно главное двигать линейку желательно линейку класть даже не снизу вверх посмотрите когда вы ведете рисунок кладите сверху вниз вы ориентируетесь на нижнюю часть уже провязанную вы тогда не шибетесь если будете класть вот так вот снизу вверх закрывая нижние петли вы запутаетесь линейку кладем сверху ориентируемся на ряды счетчик обязательно стоит пятый ряд довязали у меня вот такие убавки провязали два ряда седьмой у меня вот такие убавки ориентируемся на нижний ряд на то что провяжено и двигая линейку вверх без проблем вот так вот мы сейчас довяжем вот этот весь раппорт сейчас еще раз покажу как делать пересадки косичкой чтобы не потеряться ажур ажур должен быть здесь перенос на две петли с той петли на которой будет перенос на которой будут накладываться петельки забираю петлю на предыдущую в сторону ажура и декером двухугольным пересаживаю двухугольным потому что по рисунку у меня семнадцатый ряд идет видите вот двухугольный декер я вот отсюда пересаживаю вот беру вот это вот это двухугольный декер один раз я делаю одноигольным пересадку двухугольным вот здесь у меня раз два три четыре пять я буду использовать пятиугольный декер вот он сейчас покажу вам дорожка по которой шли вот эти вот накладки видна вот она поэтому я даже не считаю вот здесь вот у меня есть двойная петелька я беру следующую вообще уже не глядя потому что я вижу дорожка здесь закончилась на этой иголочке я беру следующую пересаживаю в сторону ажура и пятиигольным декером потому что у меня ажур должен быть вот тут вот на этой иголочке я все вместе петли пересаживаю на то место где у меня идет накладка петель массовая декерная пересадка вот здесь вот две петли вместе вот здесь ажур вот эти петли все пойдут в бок сейчас я вам покажу даже что получается вот видите может быть плохо видно потом когда с ними посмотрим у меня идут боковые вот эти петли в бок это за счет декерных пересадок еще раз у меня вот три петли которые я не трогаю здесь я буду сейчас поднимать лицо ажур здесь накладка здесь на этой петле с той петли на которую накладываются две петельки я снимаю в сторону ажура одну петлю и двухигольным декером делаю пересадку как у меня должны эти петли ажур у меня на том месте где должен быть вот он вот эта вот петля просто переехала рядом на вот этой вот две петли вместе при том косичкой потому что предыдущие под как это хозяйка этой иглы что называется под той петлей которая здесь была вот моя декерная пересадка косичкой еще раз то же самое тут на этой петле пересадка есть вот она ее не трогаю беру следующую потому что по рапорту у меня они идут вбок если бы у меня пересадка шла дорожкой вертикальной я бы глядя на предыдущую петельку просто вела эту дорожку так удобнее чем каждый раз отсчитывать видите я как раз говорила в начале о том что самое главное для нас это правильно выставить уголочки внизу первый ряд выставляем если правильно мы потом просто спокойно идем по рисунку и вообще ни о чем не думаем так и массовая пересадка петель декерная все петли сели на свое место вот два маяхажура вот они как раз одного нет второго нет все на месте декерные пересадки сделаны вот после того как мы справились с вывязыванием рисунка видите я здесь делаю то же самое там где я должна была распускать петли подвязала ниточки и при всем желании больше чем нужно я не распущу я упираюсь в эту веревку и у меня очень легко поднимается столбик как раз с того момента который мне нужен возьмите на вооружение этот прием он очень вам пригодится в дальнейшем провязала теперь моя задача 5-6 рядочков сделать потому что вот это вот длина моей шапки как раз 20 сантиметров это моя голова я сейчас делаю круглое донышко можно было делать убавки к линиям конечно вот здесь вот между рисунками как раз прекрасно уливались бы к линиям но я этого делать не стала я сейчас буду делать донышко таким блюдцем это тоже вариант и тоже очень красиво смотрится я не буду делать на макушке ажуры я сейчас соберу все это вязание очень интересным способом то есть я буду одевать очень плотно сейчас петли но не просто одна на одну а вы посмотрите будет одна средняя и две одеты на нее три пропускаю одна одета две то есть получается что я буду одевать не каждую петлю на петлю а на одну петельку две двух сторон но сейчас я сниму это все на брусовую нить и покажу вам поподробнее о чем я так вам долго рассказываю так вот провязав несколько рядочков у меня тут пять рядов после того как я закончила вязание на брусовую нить снимаем потому что сделать убавки массовые декером будет очень сложно гораздо проще это делать в брусовой нити сняли на брусовую нить брусовую нить я не отрезала сейчас я ее просто сниму и смотаю в катушку нить рабочая у меня тоже висит здесь вот никуда я ее не одеваю и так одеваю раз два видите брусовая нить просто загибается вниз кстати берите контрастную брусовую нить будет ее хорошо видно будет очень легко так три теперь три иголочки я одела могу две одеть чтобы три так теперь я одеваю одну пропускаю вот это вот видите петелька я ее пропустила сразу одела через одну теперь возвращаю эту и следующую раз то есть я убавила две петли еще я могу две поскольку я планировала убирать больше резкую убавку делать можно две петельки одеть так наверное декером удобнее будет потому что иголка слишком сильно захватывает лишние волокна очень влакнистые так две иглы не одеты две петли одну пропускаю третью теперь ту которую я пропустила и следующую для того чтобы у меня четкая петелька шла сверху и под нее будут уходить две соседние еще две одеваю это тоже вариант такой вариант мы еще не рассматривали это следующий уже этап как бы через одну отдела и на нее три то есть мы сделали резкую убавку сразу три иглы три петли на одну иглу не забывайте выдвигать иглы в переднее нерабочее положение те на которых вы уже одели петли чтобы ничего не убежало и у кого нужно вешать игру иначе все убежит две петельки одели одну пропустили одели теперь та которая была пропущена и следующие три петли на одну иглу средняя в середину эти по краям две одели одну пропускаю следующую одела ту которую пропустила сверху и следующую три петли на одну иглу вот таким вот способом я одеваю все мое вязание если мне нужно убрать массово просто вот сразу убрать я могу вот так вот по три петли на одну иглу одевать сразу то есть не пропускать две петельки а одевать сразу вариант просто вот по две петли на иглу а это другой вариант он будет смотреться чуть-чуть по-другому то есть мы оформляем макушку немножко нестандартным способом скажем так у нас будут дорожки выделяться будет идти одна петля и под нее уходить другие вот здесь я оставила видите по две петли в следующий раз я вот эти петли одену точно так же у меня будут уже все петли одеваться на иглы одеваю так до конца провяжу но ряда 4 наверное 4-5 рядочков и опять срежу все на брусовую нитку после того как одену не забуду провязать несколько рядов много не надо после того как мы сделали одну сборку видите что получается получается что у меня одна петля под нее уходят две соседние одна петля под нее уходят две соседние вот эту вот дорожку мы должны ее сохранить поэтому сейчас я буду делать то же самое только воспользуюсь теми двумя петельками которые у меня нитки нитки которые у меня оставались так где моя петелька вот здесь вот такие вот видите не видно видно вот здесь вот они раз два три видите вот эти вот такие как сборочки вот это и есть наша петля на которую мы одевали эту петлю мы должны ее сохранить сейчас я ее найду тут вот на эту петлю у меня шла сборка так я ее одену на нее две соседние начинаю с того что ищу эту петлю первую чтобы не ошибиться проверяю она да вот эти у меня три так и шли в принципе я могу их одеть одеть тоже на одну потому что я сейчас делаю массовую убавку чтобы у меня как можно меньше была макушка дальше третье у меня вот значит ее одеваю как раз у меня между вот этими сборками было по одной петельке они сейчас и уходят видите что получается одна вот эта вот двойная петелька из двух уходит в одну сторону вторая в другую сторону как раз вот мой узелок здесь была сборка вот она петельная дорожка она и остается одеваю петельную дорожку петелька сбоку одна была со второго боку одна была помните две петли которые мы оставляли в прошлый раз так все это натягиваю и вот как раз ничего нигде не сбито все правильно и теперь спокойно могу вот так вот одеть до конца мою шапку после того как я все одену ой видите вот заговорилась не на ту петлю все это я одела очень внимательно надо после того как я одеваю все петли провязываю еще ряда 4 и не снимая уже набросываю нитку рабочей нитью продеваю через петли могу еще раз сделать эту операцию если вы посчитаете нужным посмотрите посмотрим сейчас сколько у меня будет петель если немного то можно будет и оставить это все потому что сборочку нам делать будет не из чего убавки уже и так достаточно массово сделаны то есть главное не пропустить ни одну петлю и периодически проверяйте на ту ли петельку вы одеваете так да я вот чуть не ошиблась видите разговаривать вообще нельзя то есть надо каждый раз контролировать что вы одеваете на какую углу и какую петлю так теперь вот это вот да вот вот она надо было очень внимательно это делать когда мы одевали в прошлый раз видите очень большая стяжка происходит поэтому вряд ли нам придется еще раз делать эту операцию вот сейчас я это все сниму 3-4 ряда надо будет обязательно провязать и можно будет стягивать на да на рабочую нить потому что она должна выдержать такую нитки у нас хорошие пряжи поэтому порваться не должны главное не тяните изо всех изо всех сил если будет маленькая дырочка на макушке мы ее оформим сейчас чем-нибудь или помпоном или кисточкой или шнурочком чем угодно можно оформлять очень красиво есть оформление вот до конца потом просто снимаете бросовую нитку 3-4 рядочка и снимаем на рабочую нить уже петли наши вот то что у меня осталось совсем немножко собирать еще смысла не имеет отрываем рабочую нить так чтобы не хватило собрать все на все петли на нитку и еще 3 длины моей шапки на сшивание чтобы не было узлов и теперь совершенно спокойно вот так вот одеваем раз спокойненько через все петельки продеваем нитку мою рабочую снимаем можно на самом деле сделать проще не так одеть просто иглой иголкой все это прошить одним разом одним махом что называется можно так можно иголкой кому как удобнее есть очень интересные декеры игольные то есть вариантов много кому что снимаем и сшиваем нашу шапку практически она у нас готова будем оформлять ее или не будем это уже каждый решает сам по поводу сшивания сейчас мы еще поговорим вот что у нас получается в итоге наших с вами стараний вот такое вот замечательное донышко видите что выходит когда мы собирали вот так вот аккуратненько петельки сейчас натяну очень аккуратно получается потому что вот эти петельные дорожки они явно видны под них уходят лишние петли то есть очень получается аккуратно аккуратно это то чего очень нужно вот эту дырочку мы закроем сейчас либо помпоном либо кисточкой либо шнурами как угодно можно закрывать можно в принципе так оставить можно пуговку какую-нибудь нюансы при сшивании видите вот здесь шов рисунок здесь рисунок здесь то есть ничего не сбито все аналогично просто потому что мы подобрали так наш рапорт что он продолжается при сшивании мы берем петельную дорожку видите то есть само собой шов виден потому что еще не разглажены не отпаренные изделия нужно намочить на банку одеть растянуть и тогда оно уляжется нормально пока оно еще вот видите изделие не готово к носке что называется но петельная дорожка идеально шов плотный он не расходится это значит что надо когда сшиваете косичкой не иголкой а косичкой сильно натягиваете полотно и сильно затягиваете косичку тогда у вас будет за один петельный столбик очень аккуратненько не идет сбоя рисунка все за один столбик все подшито нюанс такой если мы делаем рулик вот как я сейчас делала рулик видите шов на рулике идет внутрь на шапке шов здесь потом он переходит на другую сторону на время рулика там где у меня рулик шов уходит внутрь иначе у вас здесь будет очень некрасивая некрасивый шов задет очень нехорошо собственно вот такие вот нюансы шапки подбираем раппорт корректируем под себя раппорт под свое изделие причем не обязательно вязать таким любой раппорт я вам просто показала на примере этого что мы можем подкорректировать любое любое изделие то есть мы можем сократить количество петель сейчас даже здесь покажу если у нас лишние петли мы можем не вывязывать последние петли сократить раппорт уже убавится на одну петлю каждый раппорт представляете насколько петель мы сократим это если лишние если у нас не хватает петель то есть надо растянуть вязание добавляем еще ряд растягивая либо в середину раппорта мы вставляем лишнюю дорожку варианты есть можно подкорректировать практически любой рисунок если у нас не хватает длины вот видите я здесь надвязала лишнего вот этой вот части вот этой в раппорте нету я ее надвязала могла этого не делать вот у меня закончился раппорт так как это было здесь я надвязала вот тут вот хвостик то есть все корректируется под свои мерки можно сделать длиннее можно короче можно все что угодно можно больше делать ролик можно сделать подгиб можно вообще оставить как есть разгладить и будет прямая шапка вот так вот одеваться но есть очень красивые способы набора даже обвивом но через несколько петель там такой способ есть смотрите как вы будете начинать наверное не так важно цель этого урока была показать корректировку раппорта и сшивание рисунка ажурного чтобы у нас по всему рисунку по всей шапке ничего не было сбито то есть рисунок везде должен идти так чтобы он не прерывался и не заламывался ни в одном месте тогда у нас качественно красиво сделанная вещь в комплект к такой шапочке замечательно пойдет шарфик и рукавички